ну что доброе 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 утро замечательная телекомпания тбн мы вышли в эфир мы к вам присоединились вы нас транслируете ой-ой-ой и у нас как всегда в студии гость гость который много чего расскажет константин ну привет тебя наверняка знают же все уже мышь по очереди ведем эти эфиры поэтому да все нибудь на вопрос отвечать ну смотри у нас как бы 2 ведь темы которые бы хотел обсудить три темы на самом деле потому что тема у нас будет опять подростковый молодежный выезд но только молодежный к сожалению это какой возраст это с 18 лет с 18 до 23 подростки нас немножко уже начинают ненавидеть потому что они очень хотят к но если мы зарядим еще один кемп в новогодние праздники то нас немножко будут ненавидеть родители надо да потому что ценник извините меня за все отвечает серебро вот и так как выводим николаевич сын вернее отец сын ну так вот отец подростка 1 поэтому и подрастающего еще 1 еще 1 только молодежность 18 лет он будет на нашей базе но он крутой такой тематический очень я пойму тогда молодежь часа дням меняться очень активно мы с юлей в прошлый раз обсуждали но и не просто не упомянул что будет молодежь без подростков до то есть его своих подростков 17 лет просто мы говорили как хорошо подростки в церкви присылайте их на кэмп они пришлют а будет только молодежь вот поэтому в этих на кэмп марте в марте у нас был такой проектик последние два месяца мы все дружно ездили по нашим дочерним церквям у нас их примерно 25-30 в зависимости от того что считается что не считает церковью сколько ты посетил церкви своей команды как это все было мы своей командой посетили две церкви это сначала мы ездили в дизжинск затем мы ездили в кстово и мы еще собираемся мы немножко растягиваем проект мы еще собираемся поехать в выксу своей командой следующее воскресенье вот кстати присоединяйтесь кто хочет пожалуйста you are welcome это как все сколько народ ты собираешь как вы едете значит первый раз ну мы отвечаем всю свою сеть говорим своим своей команде своей сети что мы вот выезжаем в дизжинск все в свободной форме то есть мы говорим ребят присоединяйтесь но естественно вдохновляем людей потому что мы едем туда не как может быть приглашенные гости или какие-то да то есть супер проповедники мы идем туда просто как к семье посольства иисуса мы едем с почтением чтобы почтить эти церкви наши церкви и чтобы постить постите чтобы почтить пасторов этих церквей потому что это герои для нас это люди которые посвятили свою жизнь господу ну там миссия это все не совсем легко вот вот с таким почтением и в дизжинск нас приехал в район 25 человек мы покупаем с собой чай к чаю пироги сосиски заказываю все домашнее приготовление специально за деньги покупаем там сладости покупаем цветы все это ну после собрания устраиваем чаепитие общение это замечательная атмосфера в дизжинске это прошло много ура был в районе 25 человек я сказал да но затем мы поехали в кстово и кто у нас приехала человек 40 с лишним пробуждение в каждом городе было это было очень здорово реально в 100 прям не было ни одного свободного места она была одна я встал я вот она была вот ну стал проповедовать вот тоже устроили чаепитие даже немножко потанцевали там в конце как-то такая хорошая атмосфера была очень семейная вот в иксу собираемся в иксу это будет немного подальше 250 совершенно верно и дизжинск 35 кстово 25 вот вот этого давать 35 было 25 человек 25 километров было 40 человек посмотрим 250 километров сколько будет человек сколько машин типа месяца такое ощущение с ними месочка вот ну на самом деле это очень круто потому что что вы поняли церкви наши они вот по нижегородской области разбросаны в маленьких городах то есть например вот 30 человек церковь в каком-то городе и туда приезжает 20 человек из центральной церкви атмосфера шикарно феру создают какое-то такое общение потому что все равно любой пастор он в некотором смысле в одном небольшом региональном городе но он испытывает приступ одиночества ну сто процентов если уж мы испытываем да может не постоянно готовы и тут вдруг есть такая возможность поддержать вот мы два месяца вот ездить по всем по кому возможно разные такие вещи проводятся очень круто то есть они прям довольны да 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 вообще здорово нам чтобы не привыкали согласен вот но это это благословение как бы даже не только для них а и для нас конечно потому что люди они же привыкают они думают вот так классно все но в нашей церкви потом они привыкают к этому им становится здесь может быть ну не чтобы ну так как бы за чистую монету к атмосферу большой церкви привыкает как должно быть как бы но приехав в церковь поменьше можно даже чем-то попроще они понимают как же хорошо быть центральной церкви начинают ценить какие-то моменты поэтому вот такие вот вещи сильнее молиться чтобы не закрыли церковь такое же опять же да 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 создание начать по региональным созданием у нас сейчас есть некие трудности да вы знаете друзья вы слушайте ну на самом деле да такая тема но у нас церкви растут и они есть и это очень здорово мы запланили самые крупные города нижнего новгорода но области и сейчас муж вышли за территорию так достаточно давно то есть у нас есть владимир у нас рязань липецк а у нас есть до пенза саранск саранске вообще как пробуждение прям большое за казань то есть у нас ну на самом деле людей много выехала и они взяли свою судьбу и вот мы пытаемся так их поддержать поэтому это такая крутая тема так хорошо то есть теперь в x вы едете даже я дерзнул но конечно всегда это нелегко реально и как бы надо заранее собраться и выезжать заранее и все там и организовать всех и это финансы то есть люди жертвы мы все делаем то есть церковь нам не выделяет ничего это все чисто вот пожертвования сети мы сами складываемся там домашними группами и сами все это покупаем но за свои деньги ну вот в x удерзнул сказал договорился надо ехать 250 километров три с половиной часа ехать туда ну вот сегодня видел какая погода 7 4 поедешь но за 4 часа я тебе скажу простую вещь а пусть переносит собрание на какой я хотел ехать в ноябре когда снега не было сейчас снег да есть повод отменить неожиданный снег зимой друзья мои но также у нас была конференция у нас приезжали два замечательных человека да и тренинги наверно тренинги так сказать они были из филиппин и они опять учили нас достигать людей да как вообще ну вот вот чем бы ты закончил эти вот три дня я бы закончил тем что вещи которые ну опять же мы знаем филиппинцы они ставили на мозги на место просто и все опять нас немножко отрезвляли опять говорили о том что есть люди опять говорили о том что все на самом деле просто вот два плюс два берешь складываешь 4 вот ты иногда забываешь об этом и что нужно их спасать провести их по лестнице успеха ну вы знаете как бы на то есть какие-то не не все знают поверенно согласен да кстати когда он говорит слову сеть он не потому что он рыбак это идея в том что говорит о своих домашних группах которые где он их как пастор ведет об этом и по лестнице успеха имеется ввиду что до укоренить их обучить то есть помочь им познакомиться со христом с церковью найти домашнюю группу найти своего лидера и поэтому ну массы но опять мы в теме у нас движуха все у нас хорошо все в порядке пастор уже на сцене давайте слушать его проповедь потом встречаемся онлайн пишите нужды благословляем вас тбм скоро марафон встретимся на молитве на марафоне и будем с вами вместе всего хорошего до свидания молимся во имя нашего господа иисуса христа аминь аминь давайте воздадим славу царю господу иисусу христу спасибо прославители вы замечательные у нас ангелина новая поет это дочка одного из наших пасторов а не узнаете михеева это вот ее младшая сестра 14 лет 13 сколько тебе 13 лет а ты умница спасибо музыканты спасибо друзья поприветствуйте друг друга обнимите поцелуйте кого имеете право поцеловать все кто нас смотрит онлайн приветствуем вас кто смотрит на телекомпании тбн на бог тв мы вас приветствуем друзья у нас сегодня исторический момент исторический момент потому что потому что вот есть некоторые трудности итак друзья мои я рад что что мы все здесь господи великий как такое может произойти вот предательство с этими гаджетами предательство открыть не могу но ничего все слава богу все открылось дорогие мои рад вас всех видеть рад приветствовать драгоценную церковь посольства иисуса и у нас с вами сегодня сегодня хорошее второе богослужение на первом богослужении четыре человека примирились богом на втором собрании я не знаю если сегодня новые люди кто пришел на богослужение второе богослужение если кто-то поднимите руки кто-то новый пришел сегодня в первый раз перешагнул порог церкви я вижу еще кто-то может быть есть еще на балконе может кто-то итак друзья мои почему у нас исторический такой момент и переломный потому что вы знаете что решением областного суда было вынесено решение вернее вынесено да что запутался областной суд вынес решение о закрытии нашего храма замечательного нашего здания которое мы с вами приобрели в 2007 году ну что делать вот так вот суд вынес приговор понятно что тьма борется со светом безусловно но я не называю суд тьмой я называю тьмой вообще сатану который не хочет чтобы все работало чтобы все функционировало вот мы старались выполнить все предписания но понятно что к нам очень строгие взгляд очень пристальный и очень наивно полагать что мы просто чего-то не выполнили это очень наивно потому что мне многие пишут в соцсетях говорят ну надо просто все выполнить вы чего не поймете что когда кто-то предвзяток тебе относится ну ты школе учился если у тебя учительница вот тебя ненавидит и поставила целью тебя выгнать но ты хоть на пятерке учись это это требует дополнительной борьбы просто чтобы учиться на пятерке и хорошо все закончить поэтому мы выполнили аж 120 предписаний сначала нам было 76 нет сначала не было никаких потом два года назад у нас начались предписание предписание мчс было 76 мы выполнили потом довели по практически до 120 вот и два осталось таких спорных пункта которые действительно требуют огромное количество денег ну правда нам нужно сейчас еще миллион дополнительный чтобы каким-то образом хотя бы эти два пункта выполнить но они тоже двояко трактуемые то есть судья в принципе могла сказать что ну вы выполнили хотя бы вашу волю видно но то же самое видно что люди не идут на контакт они просто у них какая-то установка ну ничего самое главное мы не переживаем нам нужно доделать еще два момента постараться их доделать чтобы уже даже двояко трактуем и не было но ничего я думаю что доделаем единственный вопрос что решение уже вынесено поэтому я всем говорю что друзья не унывайте не переживайте некоторые увидели в соцсетях мои такие некоторые резкие посты и сразу там о заволновались кто-то там кто в обморок чуть не падает я говорю ну подождите но мне нужно было максимально написать ну как бы ярко что привлечь от общественность ну правда общественно потому что это несправедливость потому что можно всегда идти по-честному а не придираясь и не работать на закрытие здания наше здание прекрасно вот мы его таким таким сделали красиво мы ты и я 12 лет мы собирались в этом замечательном храме до этого долгое время церковь существует уже как община с 1994 года до 2007 мы были вне здания и мы жили мы росли проповедовали евангелие надо понять что церковь не зависит от зданий люди слишком при прицепляются цепляются за земное но нам нужно цепляться за небесное именно поэтому и евангельские христиане и я хочу всех утешить всем сказать ребят не переживайте все нормально все будем жить и существовать не знаю как уже приставы будут работать может быть уже как бы смогут на неделе каким-то образом закрыть но знайте что мы найдем другие локации в городе то есть найдем несколько мест я думаю даже еще лучше будет удобнее с ним где-то в верхней части города здесь может быть в районе автозавода и ленинского набору у нас много людей сбора поэтому все будет хорошо надо понять что все нормально церковь мы законопослушные граждане мы совершенно нормальные люди у нас главное значит внутри почувствовать что ты на стороне истины вот это самое главное ты ходишь во свете ты не во тьме тебе не надо никуда прятаться мы ни от кого не прячемся мы всех любим всех уважаем даже врагов уважаем писание говорит любите врагов но надо признать что врагов много и на этой вот волне я хотел бы уже перейти с этой волны сначала к моменту который у нас вот здесь есть это то что друзья во первых у вас у всех есть бумажечки на стульях есть или нет или мне показалось да это это анкеты для sms рассылки чтобы мы могли никого не потерять максимальное количество передать людям где мы собираемся в следующих местах по этому причине для меня большая честь что мы с вами ячеечная церковь вам живем домашними группами это хорошо потому что домашние группы это всегда привязка всегда люди знают друг друга сердцебиение друг друга мы знаем что церковь состоит из клеток это замечательно но те кто слабые вере те кто ходит недавно те кто не имеет домашней группы мы пришло пришлем вам информацию поэтому следите и за информацией и пожалуйста полните анкету для sms рассылки но наша жизнь она не просто идет дальше она будет еще лучше засиделись мы уже нам нужно как-то расширяться вы знаете писание говорит интересный момент есть в деяниях апостолов рассказано о том что главное иисус сказал апостолам идите по всему миру они не пошли они так и остались в юрусалиме и написано и воздвиг господь что написано гонение то есть гонения там начались гонения на них в юрусалиме они разбежались из юрусалима и начали проповедовать евангелие иногда знаешь надо чтобы тебя что-то взболтало встряхнуло и ты понял что надо проповедовать евангелие нужно идти дальше слава богу у нас друзья мои закончили студенты 3 модуль библейских курсов и кто здесь я бы захотел за вас помолиться если вы здесь и если здесь поднимите руку просто я не знаю если давайте выйдите сюда вперед мы за вас помолимся только чуть-чуть подинамичнее чуть-чуть динамика кто есть на этом собрании давайте поаплодируем вы можете вперед ко всей церкви повернуться к церкви все не все кто еще чуть чуть побыстрее давайте церковь благословим их господь благослови этих замечательных людей господь те кто закончили господь мой школу лидеров отец мы молимся чтобы эти люди отец мой укрепились в тебе господь начали приносить плод господь мой и были господь помазанниками лидерами твоими господь по сердцу твоему по духу твоему благослови каждого из них во имя иисуса христа аминь благословения вам дорогие присаживайтесь церковь любит вас мы любим вас дорогие слава богу и мое слово сейчас слово оно так и называется когда закрывается одна дверь бог открывает другую вот это важный принцип он связан напрямую с нашей ситуации напрямую связан но с другой стороны это принцип жизни я хотел бы вам просто сегодня вот в этих течение 30 минут открыть вам эту истину на страницах библии глубинную истину которая говорит о том что если закрывается одна дверь тебе кажется все перед твоим носом закрыли дверь то бог всегда это его принцип открывает другую даже в миру есть такое пословица нет худа без добра если слышали это люди даже в миру не понимающие библейских истин и то заметили что вот случается что-то плохое и за ним происходит что-то хорошее один из классиков сказал такие слова что нас не убивает то делает нас крепче а я скажу даже больше даже во христе иисусе если что-то тебя убивает все равно это для твоей вечной славы вот сатана он всегда мыслит так надо закрыть надо закрыть двери надо закрыть церковь надо снести здание и думает что таким образом он вытащит веру из сердца и не поймет что вера становится еще крепче и плод становится еще больше один из отцов церкви говорил что кровь праведников это вода для так для для орошения дерева который будет расти дальше или семя праведников то есть дальше еще больше становится одних убивает других становится больше по этой причине церковь убить невозможно она жила она живет она и будет жить и в частности община посольства иисуса безусловно будет идти дальше потому что мы с вами не строим свою веру на каком-то знаете конфессиональном христианстве вот люди на протяжении столетий поругались между собой на религиозных каких-то основах и часто люди ругаются на основе даже христианских конфессий наша конфессия лучше нет наша лучше нет наша и люди путаются какая же самая правильная церковь и конфессия слушайте мне так приятно что мы как церковь посольства иисуса не проповедуем конфессию мы говорим библия вот библия слово божие является источником нашей жизни вот она сама дает мне слова жизни поддержки вдохновения надежды и видение будущего поэтому мы не проповедуем конфессию мы не говорим что наше учение самое правильное мы говорим о том что возвратитесь к библии и таким образом вот что я могу сказать что я правда люблю церковь люблю церковь нашу люблю наш союз росхве люблю братство мировое в любую страну ты приедешь и люди любых конфессий ценящие библию всегда найдут контакт с тобой они всегда легко будут с тобой общаться независимо от конфессиональных особенностей по этой причине давайте обращаться всегда к библии и открываем с вами римлянам 8 главу 28 стих римлянам 8 28 апостол пишет такие простые слова при том знаем он говорит вот что то мы знаем это знаем потому что это в природе и конкретно в слове божием при том знаем что любящим бога и призванным по его изволению все содействует ко благу слушайте любящим бога и призванным вот две вещи которые требуются от человека любить бога вот просто его любить и второе знать что ты призван к его судьбе еще раз надо любить бога и знать что ты призван к его судьбе он твою судьбу создал узнать удивительно что такое любить бога любить бога это осознавать что без него ты не можешь жить твоя жизнь имеет никакого смысла если бога из жизни твоей забрать вот если забрать из твоей жизни бога и у тебя в жизни ничего не поменяется все так же у тебя останется все нормально как бы никаких взглядов поменяются все у тебя будет мир и покой то значит у тебя его и сейчас уже нет по этой причине любить что-то это чувствует полный дискомфорт без объекта своей любви даже до банальности вот яблоки простые лежат на столе вот ты не представляешься жизни без яблок ну значит ты их любишь не представляешь себе жизни без без своей семьи без своих детей без родителей значит ты любишь если ты что-то не представляешь своей жизни без объекта значит это ты любишь и вот если бога нет и у тебя ничего не меняется значит ты его не любишь но если ты его любишь бога я лично например понимаю я не хочу сейчас заявить что я сто процентов от люблю и буду сейчас вам доказывать эмоциональную свою составляющую любви но я четко холдокровно представляю вот если забрать христа из моей жизни системы ценностей даже если я буду миллиардером вот даже если я буду купаться в деньгах и владеть там полмиром вот я реально понимаю своем сердце моя жизнь имеет ни малейшего смысла я просто боюсь может меня философски себя такого состояния довел но я бы хотел вас всех к этому привести потому что я понимаю что черта под названием смерть она приведет все к нулю все мое существование и я искренне не понимаю людей искренне совершенно которые могут сегодня жить и ты смотришь богатые образованные что-то делают и ты спрашиваешь а как у тебя отношения с богом с творцом и очень часто слышу я об этом никогда не думал ты думаешь ты чё дурак что ли извините за фразу ты чё животное собака который не думает ни о чем ты чё не понимаешь что однажды ты оденешь костюм красивый будешь лежать деревянном ящике а пойти некуда даже в красивом костюме музыка будет играть ты ее не услышишь потому что все подведется к нулю все твое был ты миллионером или нищим был ты праведник или ты был там там каким-то криминальным авторитетом все без разницы все не имеет смысл поймите дорогие мои и твой памятник однажды упадет какой крутой бы не был на ваганькинском кладбище и потом все подойдется к нулю по этой причине смысл есть только тогда когда есть творец и вот сегодня о нем поговорим очень важно поговорим и когда творец четко говорит я тебя создал да ты запутался в своих мыслях вы люди тут запутались потоки информации в инфузориях туфельках в этих инопланетянах и всевозможные устройства вселенной и в эволюции это все понятно как бы бог говорит все нормально информации много но вы признаете что есть творец я есть и ты говоришь есть от тебя весь смысл да я люблю тебя господь если ты его любишь то второе ты понимаешь что ты призван им он тебя призвал свою команду говорит пойдем со мной по земле я тебя проведу авраам был один на все на всей вселенной он сказал пойдем и авраам знал что все у него будет хорошо иаков знал он прямо сказал господи дашь мне одежду одеться и пищу в еду вот такие даже слова на забавные знаешь ну одежду понятно что одеться он написан одежду одеться да и хлеб в пищу дашь мне то все что ты мне дашь дальше говорит все что ты мне дашь я дам тебе десятую часть чтобы ты сохранил меня то есть он четко говорит даже все материально не играет смысла никакого я десятую часть отдам тебе и ты веди меня по этой судьбе по этой жизни сколько она будет лет я не знаю но я знаю что ты меня сотворил и все у меня будет хорошо и апостол павел говорит такие слова потрясающие мы же знаем знаем что любишь бога и все что с тобой происходит будет во благо он говорит все что происходит будет тебе во благо это будет тебе хорошо в конце концов ну как хорошо ну как у меня там дом отнимают не знаю как но в конце будет хорошо ну как это уже болезнь пришла я не знаю но потом будет все хорошо ну как же господи процесс то болезненный я понимаю что болезненный но все будет хорошо сатана тоже планировал для Иисуса все самое худшее, говорит, на крест его, все оболгали, все отвернулись, слова наболтали самые негативные, прибили его, убили в конце концов, положили в гроб и сатана, ха-ха-ха, я победил, он даже не понимал, что в тот раз и воскрес из мертвых, и теперь пасха до сегодняшнего дня, мы говорим, воскрес Иисус, весь мир говорит, он тебя вниз, а ты вверх потом, вот только вдумайся, у тебя настолько судьба бессмертная, что если только ты ее осознаешь, ты просто поймешь, что тебя ничего не может напугать, ну даже если смерть, предположим, самое страшное, что может быть, даже смерть, черта смерти, Иисус обещает нам воскресение из мертвых, верующим в Него, вот по этой причине ты сегодня сидишь здесь, а большинство людей за пределами этого здания, они смеются над этими словами, потому что у них внутри нет веры, а смерть все равно придет, и она придет и к ним, и к нам, только мы воскреснем, а они где окажутся, и Библия говорит, что будут в проклятии, будут в озере огненном, я там оказаться не хочу, и по этой причине я говорю, Господи, люблю тебя и хочу быть призванным по твоему изволению, надеюсь, я вас не теряю, если мы это осознаем, все у нас будет хорошо, вы знаете, мы никогда не знаем судьбы, как она развернется, иногда, что нам кажется сегодня плохим, завтра может оказаться хорошим, а то, что кажется хорошим, послезавтра может оказаться опять плохим, так устроена вселенная, знаете, есть история, которая, где-то я ее прочитал на страницах, ну не знаю, каких-то книг интересных, ну она примерно показывает эту вот мысль, что никогда не знаешь, что дальше будет, вот у какого-то фермера лошадь ушла, ушла куда-то в прерию, в степи ушла, она одна единственная, ему соседи говорят фермеру, эх, какое несчастье, лошадь у тебя, единственная ушла, как пахать-то будешь, какое горе, а фермер, видимо, человек верующий, и он говорит, а, Господь усмотрит, вот знаешь, самое главное, Господь усмотрит, проходит несколько дней, лошадь возвращается с конем, с диким, где-то коня дикого нашла, привела, у него встал две лошади, и все крестьяне, как тебе повезло, он говорит, не знаю, нельзя трактовать, повезло или нет, сын стал объезжать этого коня, мустанга, поехал, упал с коня, ногу сломал, да так жестоко, что стал инвалидом, вся деревня ему, как тебе не повезло, он говорит, не знаю, Бог усмотрит, хоп, война началась, всех мужчин забрали на фронт, его не взяли, потому что он со сломанной ногой, всех убили, он один живой остался, и понимаете, ты никогда не поймешь, что там, какой конец, сегодня кажется плохо, завтра хорошо, сегодня радуешься из-за этого же проблемы, поэтому люби Бога, и знай свое призвание, и в конце все будет тебе во благо, аминь, дорогие мои. Итак, друзья, смотрите, 2 Тимофею 3 глава 12 стих, чтобы мы всегда успокаивались от той мысли, что каждый раз, приходя ко Христу и живя со Христом, мы должны четко понимать, что написано, да и все желающие жить благочестиво, а теперь центральный момент, во Христе Иисусе, будут гонимы, вот мы с вами должны привыкнуть к какой-то давлению слегка, давление всегда будет, оно будет оказываться на наши души, на нашу психику, на наших друзей, потому что мир, он любит свое, мир не понимает принципов Божьих, мир делает себе удобную религию, там кого-то крестил, кого-то повенчал, куда-то там кто-то спел, но Христа лично он не знает, если бы знал, ну не творил бы против нашего здания, хотя бы против нашего здания всяких беззаконий, а шли бы хотя бы навстречу, но очевидно мир не знает этих вещей, и вы знаете, мы порой думаем, ну за что нас гонят, вот заметьте, написано не просто благочестиво жить, обратите внимание, вот Васильич бросил пить, Васильич бросил курить, приходит на работу, что ему говорят на работе его коллеги и соседи, говорят, Васильич, ты молодец, бросил пить, бросил там курить, матом ругаться, молодец, Васильич женился, живет с одной женой, что ему все скажут, молодец Васильич, все нормально, но как только тот же Васильич говорит, я бросил пить, курить и вернулся к жене и ругаться матом перестал, потому что познакомился со Христом, все меняется, заметили? Сразу все меняется, Васильич, ты чокнутый, все с тобой нельзя рядом сидеть, ты вообще продал нашу родину, ты предатель, Васильич, даже рядом с тобой не сядем, сразу все зовут выпить, сразу курнуть, сразу курни с нами, покажи свою солидарность, и думаешь, откуда это все? Да это же бесы, мир любит свое, и поэтому нам с вами нужно привыкнуть просто к этой мысли хотя бы, что да, живя во Христе Иисусе, просто осознавая, что я праведен не потому, что я сам хороший, а потому, что я пришел к Иисусу Христу, к опозданию вечности, мы будем, гонимы, ничего нового. Вот мы хотим принципиально доделать эти два пункта еще, вот сегодня я думаю, надо их доделать, эти два пункта, которые даже двояко трактуемы, и вот там посмотреть уж, уж совсем, знаешь, вот, чтобы уж прям вот сделать и сказать, а теперь-то чего? Уже 120 сделали, я даже сейчас вот думаю, представляешь, вот я сейчас, мы играем последние два года в игру, причем мы хорошо в нее играли, мы постоянно играли, знаешь, нас как бы объегаться, лайт, пойди туда не знаю куда принести то, не знаю чего, и мы все время приносили. Уже 120 раз нас посылали, и мы 120 раз все приносили. И вот последние два раза мы принесли то, но чуть-чуть не то, и нам, о, закрываем, баба Яга, все, 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 но хочется и эти два раза прийти, и вот так тоже, здрасте, мы здесь, давайте напряжемся, сделаем, попробуем, попробуем, хотя уже решение суда есть, но ничего, мы дальше живем. Итак, друзья мои, нам нельзя привязываться к земному, потому что все, к чему мы земному привязываемся, оно всегда обманчиво. Даже храмы, ведь знаете, подумайте, люди во всех религиях думают, вот храм заберешь, снесешь, и люди сразу потеряются. Ну, слабые веры потеряются, и часто религиозные люди, так у них и есть, они приходят, все, храма нет, священника нет, все, мулы нет, все, нет, нет, негде молиться, негде медитировать, что теперь делать, все, теряются. Но поймите, если мы во Христе и стоим на Слове Божьем, Слово Божие само дает нам необходимые инструкции для выживания. Братья, которые сидели в тюрьме в советские времена, они рассказывали, для нас была не проблема в понимании священника, причастия, даже когда мы сидели в тюрьме. Сидят в камере куча зэков, и сидят трое вот братьев наших во Христе, за Христа в советские времена. Они говорят, мы очень просто находили на страницах Библии, ну Библии не было даже, просто по памяти это знали, что где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Они говорят, все, вот мы трое, мы уже церковь. Все, самый из нас, троих такой самый, ну добродетельный, самый знающий писание становится не то чтобы пастором, потому что пастор это все-таки рукоположение, становится нашим одним из самых старейшин, самых уважаемых старейшин. Все, все уже причастие мы делаем, у нас уже к нам зэки присоединяются, уже каются там в камере, и поэтому они говорят, мы и в тюрьме были церковью, и в тюрьме, вот где угодно, в домах, в пещерах, мы всегда были церковью, потому что надежду искренить невозможно. Аминь. Надежда здесь, она не угасает никогда. Поэтому, друзья, я хочу вас вдохновить. Обратите внимание, если ты не держишься за земное, а ты знаешь, что у Бога есть невидимая сила, которая всегда откроет тебе новую дверь, что бы с тобой ни произошло. Не дай Бог развод, не дай Бог тебя покинула жена, не дай Бог, но, если ты знаешь, закрывается одна дверь, всегда откроется другая. Если не дай Бог ты заболел, всегда знай, даже после болезни придет восстановление, исцеление, и ты даже будешь вкус жизни чувствовать лучше. Вот знаете, когда мне сделали вот операцию, хотя она не такая была сложная, но серьезная, скажем, она была не сложная по техническому составляющей, по технической составляющей, а по факту она была очень серьезная. И я был в здравом уме, я лежал, смотрел на свое сердце, на таком большом экране, главное, как-то увеличено почему-то сердце. И вот я смотрю, лежу, не под наркозом, а мне в сердце втыкают там стенд, так называемый там. И вот я смотрю на это сердце, и вижу оно на экране прям тук-тук-тук стучит. И мне врач говорит, вот говорит оно, если встанет, 4 минуты надо, и человек больше уже жить не будет. И я думаю, какой мягкий механизм, тук-тук стучит, тук-тук, вся жизнь в нем, вот в этом сердце. И я знаю, что мне эту железку чик, вставили туда. Я когда вышел после этой операции, вот до сегодняшнего дня, я жизнью наслаждаюсь лучше. Я раньше вот ее так не чувствовал, а сейчас запахи лучше, ты смотришь, природа красивее. Заметьте, всегда человек, который выздоровел, вышел из болезни, он всегда даже жизнь ценит намного больше, чем тот, который никогда не испытывал болезни. Запомните раз навсегда, когда мы смотрим в небеса, оттуда всегда приходит помощь, всегда. Знаете, удивительно, даже мирские люди, вот что меня удивляет, что Бог настолько благ, вот настолько его любовь велика, настолько, что он приходит к людям, которые даже не связаны никак с верой. Единственный вопрос другой, что будет после смерти на суде, но здесь его благость всегда та же самая. И вот меня вдохновляет часто книга Виктора Франкла, кто читал, может быть, «Скажи жизни да». Это психотерапевт из Вены, который попал в концлагерь и там потерял свою жену, и там отца с матерью потерял. Он говорит, даже там, в концлагере, он говорит, я просто подумал сам себе, это просто эксперимент. Вот эксперимент для чего-то. И он говорит, будучи в концлагере, в нечеловеческих условиях, будучи евреем и приговоренным уже в концлагере, он не должен был оттуда выйти, и его все равно бы уничтожили, если бы освободители не пришли. И он говорит, и вот я там жил, и я думал, я сам себе придумал, это просто эксперимент, который я должен пройти как психотерапевт, потеряв даже свою жену, своих родителей в газовых камерах. Ну, думал, я просто выйду оттуда для того, чтобы рассказывать студентам, психотерапевтам о том, как переживает человек, какие у него открываются внутренние способности и психологические, и физические на грани выживания. И вот книга так называется «Скажи жизни да». Он говорит, каждый раз после работы, когда шел в свой барак, встречался глазами с этим эсэсовцем, немецким офицером, который должен был определить, пойдет человек в газовую камеру, или еще он способен работать. И представьте, после работы, уставший зимой, он говорит, я смотрел в глаза этому офицеру немецкому и говорил сам себе, это эксперимент, это просто эксперимент для того, чтобы моя жизнь стала еще прекраснее. И не только моя сегодняшняя жизнь, а чтобы она спасла еще десятки других людей. Представляете, я думаю, и он говорит сам, я сам не знаю почему, каждый раз этот немецкий офицер-эсэсовец, даже иногда делал знак «идти в газовую камеру», вдруг потом менял свое решение и отправлял в барак. Почему, он говорит, как будто бы вселенная, как он сам говорит, благорасположила свое сердце ко мне, потому что я воспринимал это как просто эксперимент. Просто дверь закрывается, откроется другая. Бог что-то откроет. Поэтому никогда, никогда не теряй оптимизм. Это самая страшная штука, что может случиться с человеком. Это потерять веру в Бога, потерять веру в Его любовь. И когда мы прицепляемся к земному, наша проблема в том, что мы начинаем трактовать Бога, если Он нам не дает чего-то земное. Он так и не дал мне жену. Бог так и не дал мне исцеление. Бог так и не дал мне, что я просил. Тебя нет, или я восстану против тебя. Вы знаете, удивительно. Даже в моих трудностях я смотрю, сколько людей пишут мне слова поддержки, мне и нам, по нашей ситуации, вообще в жизни. Но я удивляюсь, среди них встречается не огромное количество, но есть прям большой процент людей, которые нас так жутко ненавидят. И самое страшное, я помню этих людей, они стояли здесь, я за них молился, я молился за их детей. И знаете, что удивительное, самое неожиданное, что я даже не помню, чтобы у нас было с ним какие-то ссоры. То есть у нас не было никаких выяснений обстоятельств. Несколько раз мы с женой сидели, смотришь в соцсетях, там тебе кто-то, да и слава Богу вас закроет, да пора бы вас вообще сдохли, чтобы вы, чтобы ты там сгинул с земли. Ну, думаешь, ну какой-то хейтер, который нас не знает. Таких тоже много, ну негодяев. А потом вдруг раз с ними фамилия узнаваемая, где-то, думаешь, ой. А потом раз чек кликаешь, лицо узнаешь. Вчера прям мы с женой сидели, говорим, да гляди, человек, смотри, это же человек, который был с нами. Ну я его не вижу, там может лет пять, не знаю. Я думаю, он же был в церкви, он стоял, он молился. В прославление же он играл, верно, на гитаре, помнишь как-то? Играл на гитаре. Что с ним случилось? Мы не помним, как он общался там с нами, какие-то ссоры не было. Сколько ненависти, сколько злобы, сколько вот этого всего. И ты понимаешь, заходишь на страницу и видишь, там какие-то уже эзотерика, какие-то Бога нет, ничего нет, что-то у него там. И ты думаешь, что произошло с человеческим сердцем? Почему? И понимаешь очень просто. Человек никогда не любил Бога. Для него Бог не был вот самой целью. Для человека не было понимания судьбы в Боге. У него была своя выгода. То есть я прихожу в церковь, что-то получить. Я не получил, ну и идите все, и сгорите все в аду, и смысла ничего нет. И ты думаешь, боже мой, вот так за копейки продать свою жизнь, за ковришки, и прожить ее бессмысленно, а потом вот закончить так, а потом своему же пастору, ну может не своему там, кому-то, писать вот такие гадости. Думаешь, я даже со стороны думаю, ну даже если с врагом своим что-то произошло, зачем ты будешь ему писать гадости? Так ведь? А тем более, если ты ему не враг и не был никогда, но с людьми что-то происходит. Это страшно. Люди привязываются к земному. Итак, 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Читаем с вами. 2 Коринфянам 4, 16. А лучше чуть-чуть пораньше. С 9 стиха. Нет, с 8. 2 Коринфянам 4, 8. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Вообще слова такие. Нас победили, а мы не погибли. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Потрясающе. Он говорит, мы всегда знаем, что Христос умер. Мы всегда говорим о его смерти, страданиях, но это для того, чтобы потом радоваться его воскресенью и его жизни. Мы стесняемы, но не стеснены. Нас там что-то уничтожают, а мы живы. Павел говорит, этот принцип, Бог всегда что-то открывает новое. И теперь как раз читаем 16 стих. Посему мы, что написано, не унываем. Мы вообще не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Даже посыл какой хороший. Он говорит, даже Павел, даже в физиологию залез, в косметологию я бы даже назвал. Он говорит, смотри, твой человек внешний со дня на день тлеет. Все там, вес набирает, морщины появляются, еще чего-то там. И мы видим, что мы тлеем. Кстати, я заметил парадокс. Мужчины почему-то меньше переживают за свой возраст и за внешность. Я постоянно. Мне уже подходит к 50. Я начинаю уже заявлять. Я уже за 3 года стал исповедовать. Сижу уже с людьми разговариваю. Говорю, мне уже почти 50, жена мне. Ты что, тебе еще 3 года до 50. А все, я уже. А женщины наоборот. Они все помоложе им. Им будет 45, она... Мне сколько, столько, сколько женщины дают. Вот такой возраст. И думаю, 35. Женщины вниз, мужчины вверх. А мне вообще все равно, я понимаю. Там хоть седина покроет голову, хоть борода, морщины такие. Женщины разглаживают все. Я говорю, да ладно, что ты подумаешь. Все нормально. Женщины, вы же прекрасны. Вы прекрасны в любом возрасте. Вон на Вилену Львовну на одну посмотрите. 92. Вон сидит красавица. Даже пышет не только свежестью. Она сексуальная какая. Вилена Львовна. И вот. Друзья мои. А мы чего-то там. А вот там я веса набрала. Ну а что ты хотела? Чтоб ты в 60 была, как в 20. Такого не будет. Ты и так красивая. Хорошей женщины должно быть много. И все нормально. Все хорошо. И жена, у меня вот здесь подтяжки. Я говорю, тебе что, замуж что ли выходить? Что ты переживаешь? Все в порядке. Поэтому, смотрите, если внешний наш человек и тлеет, внутренний человек со дня на день обновляется. То есть, мудреет, крепнет. Он становится более свежим, интересным, зрелым. И Павел дальше пишет. Смотрите. И кратковременное легкое страдание. Он даже определяет. Легкое страдание наше. Производит в безмерном преизбытке вечную славу. Павел говорит. Вот ты сейчас пострадал. Сейчас у тебя какое-то страдание. Да, с сердцем там проблемы. Но потом, когда прошли, вот это страдание, легкое, временное, оно для того, чтобы потом открыться больше славы. Поэтому у Бога есть потенциал для того, чтобы открыть новую дверь для большей славы Его и для Твоей. Вот это очень важно понять. Следующий стих, 18-й, мощный. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Смотрите, Павел еще до всех раскладок философий современных, там знаете, этого 19-20 века, до всех Фирбахов, Гегелей и так далее, Энгельсов, он уже тогда говорит. Он говорит, ребята, если вы уповаете только на видимое, видимое, здание, тело, машина, зарплата, вот вы за это цепляетесь все больше и больше и больше. Вот смотрите, какая картина. Чем больше ты смотришь на земное, тем меньше ты теряешь источник, откуда все приходит. А он говорит, а ты смотри на невидимое, потому что видимое, оно временное, все временное. Временное здание, временное тело. Тело точно так же, однажды, как пиджак, снимешь, закопаешь его, но твоя душа останется вечной. Чего мы так цепляемся за тело? Ну пиджак твой старый, когда его едят моль, ну что ты за него переживаешь? Ну выкинула его на помойку, да и все. Ну это ж мое. Какое твое? Бог даст новое тело, все нормально. Чего ты за это все цепляешься? Но что самое интересное, что тот невидимый Бог, который создал видимый мир, имеет такой же потенциал обновить даже видимое. Он имеет огромный потенциал, ты сейчас увидишь. Смотри, и он говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое, оно всегда нас обманывает. Оно сегодня есть, завтра нет. А вот невидимое, оно вечное. И от него приходит оттуда из невидимого твои благословения. Что такое невидимое? Вот просто невидимое. Есть прям четкое определение. Римлянам 1 глава 20 стих. Смотрите. Римлянам 1.20. Апостол Павел говорит про людей, которые не знают Христа. Которые сегодня говорят, да я не думаю о Боге, я не знаю о вечности, не хочу об этом думать. Он говорит, смотрите. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество. Смотрите. Павел говорит, вот невидимое его, что-то невидимое. А что невидимое? Через запятую. Он говорит, сила и божество. Еще раз. Сила и божество. Они невидимы. Но он говорит, но у него есть сила. Сила для того, чтобы произвести видимое. Вот эти цветы, эту природу, наши тела. Все, что мы видим, это пришло из его энергии, из его силы. И второе, он сам, его божество. Давайте я вам приведу простой пример. Кстати, здесь он говорит с атеистами, но очень интересно, уже в то время. С атеистами и он объясняет. Он говорит, от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть вот невидимое Божие, оно видимо через рассматривание. Рассматривание творений. Поэтому люди будут безответны, когда скажут, Бог, мы тебя не видели. Смотрите. Часы. Вот, хорошие часы. Если бы эти часы нашли сегодня на Марсе, прилетел бы марсоход на Марс, и вот он едет в марсоход. Бах, часы лежат. Представьте. Люди бы взяли часы и сказали, тут точно кто-то был. Точно. И сразу бы сказали, самое важное. Не сказали бы, что был кто-то первобытный, а сказали бы, кто-то очень умненький, с каким-то интересными подходами, раз там часы. А теперь представь, кто-то бы сказал, да это глупость, подумай, это просто ветра, это песок, это воздействие инфракрасное космическое ветра космические, миллионы лет, и раз часы появились. Эти два астронавта бы стояли двое, один другому сказал, ты что, идиот что ли? Как? Они тикают, и время правильно показывают. Тот говорит, ну понимаешь, так вселенная устроена, так сложно, из-за узора и туфельки, все это вот так вот, под влиянием лучей, все это двигалось, все это бям-бям-бам, и раз часы. Апостол Павел говорит, так вот, ребята, если вы смотрите на мир такой прекрасный, столько в нем плавает рыб, китов, животных всевозможных, вымерших сколько животных, которые там были раньше, сколько всего разнообразия, какие разные люди. Вы что, хотите сказать, что это произошло все само собой? Нет, есть что-то невидимое, божество, то есть Бог, и второе, его сила, которая все это произвела, она есть, он говорит. Поэтому мы видим через это самого Творца, мы его видим, и видим, что он умный и сильный, точно так же, как через часы, если найдем, поймем, что это люди серьезно их создали, это не какие-то безумцы. Ну так ведь или нет? По этой же аналогии апостол Павел говорит, ну если у вас есть контакт с невидимым, который способен создать был этот весь мир, и он невидимый, что вы так вот все видимое-то упираетесь? Что вы так за него, за видимое-то? Это мое, это мое, я потеряю, это все мое, все. Ну давайте прекратим заниматься ерундой, так или нет? И Павел говорит, все видимое, оно временное, все уйдет, все, все сгорит, сгорит все, здание сгорит, там все сгорит, все, Нижний Новгород сгорит, Москва сгорит, сгорит земной шар, ничего не будет однажды, потому что Бог сказал, что сотворит новое небо и новую землю. Поэтому, странствуя по этой жизни, странствуя по ней, вот я, ты, мы по ней странствуем, по этой жизни, и нам Бог дает какие-то блага, и вдруг какие-то блага закрываются. Что это значит? Значит, Он откроет другие блага, значит, откроет другие потенциалы, и покажет нам другое здание, другое место, скажет, все будет хорошо, потому что любящим Бога и действующим по Его изволению, так, так, сбился, представляете, заговорился, что значит? И призванным по Его изволению все содействует ко благу, все содействует ко благу. Аминь. Давайте поднимемся и будем молиться. Аллелуя! Подключаться к вечному источнику жизни, к Иисусу Христу. Он устроитель всего, устроитель лучшего для нас. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, наш Царь, наш Бог, мы любим Тебя. Отец, мы прославляем Твое святое имя. Мы знаем, Господь мой, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Господи, те, кто любят Тебя и знают свою судьбу, свое призвание, все им содействует ко благу. Все. Ничего нет на земле, чтобы не действовало ко благу. Господи, мы знаем, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Ничего нового в этом нет, Господь. И мы знаем также, Господи, что всякое кратковременное легкое страдание производит в безмерном призбытке вечную славу. Твою славу, Господь. Слава Твоя воскресенье. Слава обеспечения. Слава новых открытий, Господь мой. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Потому что видимое, оно растворяется, оно временное. А вот невидимое, оно вечное. И Твое невидимое, Господи, это Твоя сила вечная. И Твое божество, Господь. И люди, к сожалению, не видят этого, многие. И остаются безответно. Но мы уповаем на Тебя. На Твою силу, Господь. Уповаем на Твою жизнь, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Да, Господь, благодарим Тебя за все. За все, Господь, благодарим. За все мы воздаем Тебе честь и хвалу, Господь. Наше жительство на небесах, Господь. Мы здесь будем обеспечены. Ты всем обеспечишь нас на земле. Не потому, что мы за это держимся, а потому, что из Твоей силы приходит и наша одежда, наше пропитание, наша работа, наше благословение и обеспечение. Но мы не этим живем. Мы живем Твоей вечностью. Мы смотрим на вечное, Господь. И оттуда приходит Твое обеспечение. Поэтому наш паспорт, это не паспорт какого-то государства. Это паспорт небесного царства. Господь, наше, Господь, жительство со Христом. Наше жительство с Ним, Господь. Благодарим Тебя. И что может разрушить нашу веру, как не мы, только сами. Отец, я прошу Тебя, дай нам идти, Господь, в время странствования. Идти самим, Отец мой, так, как Ты все устрояешь. Спасибо Тебе, Царь Царей. Спасибо Тебе, Бог Богов. Благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Слава Царю. Давайте воздадим ему славу большую.